Новая редакция третьего декрета президента Основной посыл и задача местных органов власти в настоящее время обеспечить работой те граждан, которые именно хотят, нуждаются в трудоустройстве и могут работать. Каким образом это будет? Ну, в первую очередь за счет развития территорий, создания новых предприятий, новых производств, расширения на действующих производствах, расширения рынков сбыта. В этом году в Беларуси удалось переломить напряжение на рынке труда, фиксируется рост количества вакансий, а до конца года в стране отдельная категория бюджетников получит прибавку к зарплате. В среднем выплаты вырастут на 7%. Документ находится на рассмотрении в Совете министров. В эти минуты в Минске завершается работа Кострышницкого экономического форума. Сегодня его участники говорили о вопросах образования и права, в частности о качестве обучения в вузах и росте инвестиций в научные разработки. Если мы говорим о том, что мы хотим создать ту среду, чтобы бизнес принимал все большее участие в развитии страны, играл все большую роль, соответственно, мы должны создать благоприятную правовую среду, ту систему судебную, которая будет способствовать, в общем-то, нормальному исполнению контрактов, разрешению конфликтов. И это одна из тем, которые мы считаем важным поднять. Мадрид аннулировал документы о проведении референдума в Каталонии. Конституционный суд Испании признал их противоречащими основному закону. Тем временем мэрия Барселоны потребовала от Мадрида освободить арестованных каталонских министров. Напомню, вчера по решению испанского суда были задержаны 8 человек. Тем временем Франция одобрила референдум о независимости Новой Калейдонии. Плюбисцит должен состояться не позднее ноября следующего года. На архипелаге в Тихом океане живет чуть более четверти миллиона человек. Договоренность о том, что подобное голосование состоится, была достигнута еще 20 лет назад. И вот теперь официальный Париж дал согласие. В эти минуты проходят первые показы вне конкурсной программы «Листопада». Так, среди российских премьер кино «Триптих-2017», посвященный Октябрьской революции. До старта кинофестиваля остается меньше часа в числе почетных гостей церемонии открытия кинофорума «Народный артист России» Владимир Меньшов. Это были последние новости этого часа. До встречи в 19 часов.